Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ой, сложный вопрос Я думаю, если бы ты отлично играл, то тебя бы уже заметили С большой вероятностью Скучаешь по совместной игре с Сашкой к команде? Да, скучаю, хотя я и без Сашки пока особо не играл Музыку пободрее Это нормальная музня, чё вы Как стать киберспортсменом, если я из Эстонии как купе? Ой, братан, у тебя проблемы Ребят, учите английский Таня, как ты относишься к игре Ортизи? Отлично отношусь, ребят Артурка молодец, старается Как по-твоему нужно изменить морфа, чтобы он был более играбельный? Да он и так играбельный Сейчас других героев надо менять, чтобы морф стал нормальным или выделяться Или не то, что выделяться, юзабельным стал Реально Просто слишком есть перебафанные герои, казуальные, которых нужно немножко менять или усложнять Тогда морф будет нормальным Просто сравните морфа и ВР-ку Жмёт одну кнопку Шакл, который почти 100% с кем-то это свяжет И ультимейт И всё, и убиваешь чувака с 2 хп Аморф Туда-сюда Там пол-почти милишный рейндж Куда-то перекатился С поты перекачал Туда-сюда контролишь Нисколько шмоток надо То есть если ВР-ку одну То морфу целую кучу Чтоб что-то делать Вся разница Как много играет фаблик Акбар, что достиг такого ММРа Акбар не так много играет Но он каждый день играет, конечно Именно матчмейкинг Мне кажется, не так много играет Но он всё выигрывает То есть он очень старается в играх Правильный майнсет Каждую игру играть на 100% Но очень тяжело себя заставить То есть в фаблике ты вообще где-то на 50% катаешь А то и меньше На квшках там 70% выдаёшь В специальных играх там 80-90% И на ланах сотку Ну, к примеру Где-то так У всех, я думаю Плюс-минус Да, Акбар катает Практически всегда на саппортах Поэтому я удивлён реально Что у него уже под 8к там Он очень жёстко, конечно, всё делает Приятно за ним смотреть Расскажи, как пасть киберспорт Просто у меня с учёбы дела плохие А вот в игры играю хорошо Ой, плохо дело у тебя будет, братан Вверху в новом патче не учить будет, как думаешь Ну, мы должны понерфить Что-то так уж точно В про играх она, может, и не такая сверх жёсткая Потому что Все герои имеют какую-то свою силу В официальном Ну, в продвоте И в матчмейкинге Допустим, в думм матчмейкинге Супер сильный А в про играх То есть с ним Он тоже очень сильный Но с ним уже можно как-то что-то решать Почему делаешь дизоль первым артефактом на ТА? Очень Очевидный Вопрос И ответ Он даёт всё от ТАшки Скорость фарма Силу в драках Вот 3D и дизоль Она очень быстро фармит Лиса Эншинтов Может убить Рошана с дизоли Очень быстро Вообще ТАшка становится боеспособной Когда она появляется Дизолятор и даггер И желательно Егис Ты же не делал её на оф-играх 2013 года и тп Ну, сколько патчей вышло, ребят Какие-то артефакты нерфятся Какие-то бафаются Какие-то вещи Можно делать какие-то нельзя И кучи других героев, ребят 10 секунд Ремейн Что баланс очень подбит Ах, как я скажем так Не круче или покупать сразу цирклет? Да можно и покупать цирклет Если ты уверен, что тебе хватит ХП и маны До того, как ты принесёшь себе боттл Смотря против кого-то стоишь То есть Возможно против кого-то лучше, да, укрепляться статами Быть более сильным Возможно против кого-то стоит быстрее приносить боттл чтобы потом быстрее перенести сапог или после бота унести себе эту самую цирклетку вариантов куча надо играть от ситуации да не а во львове красиво да во львове очень клево кого считаешь самым че слышно в комьютии да вы сами все че слышно какой менталитет если ты из москвы то тебя не покалечит во львове да нет не покалечит он на дауна похож а ты на кого похож чудовище а я тебя спрашиваю на кого-то похож на фуриона ростовского почему в арку всегда через вас таганим играет ведь раньше так не было на все по чуть-чуть изначально аганим стал крутым а потом еще и сделали что максимальный так спит 500 процентов вместо 400 а верка получает максимальный так спит под ультой с тобой акбайер на и есть играл да со мной сегодня вот реально 2 из 5 игр наверное где-то акбайер был у меня в команде с хай рейтингом два раза за 7 к очень неприятно на самом деле один раз на spirit breaker и другой раз на шейкере я не знаю ребят зачем вы покупаете эти аккаунты потому что выигрывать вы будете только каким-то чудом реально если вас затащат ваши тиммейты но это не так часто случается за часы вы будете проигрывать никакого удовольствия или чего-либо от игры вы не будете получать зачем вы покупаете аккаунты я не знаю вы только портите игры другим окружающим не только союзникам но и соперникам я 10 лет изучал психологию чад от вича закончил швейцарской высшей технической школы цирика и с уверенностью могу заявить что это сообщение никто не скопировать что я думаю мир и глядя ничего о нем не думаю что должен о нем думать не люблю говорить о других игроках чтобы никого не цеплять не обидеть вся конечно у каждого о каждом есть мнение все ребятки пока 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 Продолжение следует...